ну еще успею немножко по шелковичу сказать вот это свежий снимок я взял в саду красном хуторе как она попала в красный хутор там к одной из моих знакомых кто-то мне сказал аж у вас шелковица вот он на этом моя соседка у нее есть шелковичное дерево я пришел и стесняюсь говорю да мы знакомы там только я не знал про шелковицу да пошли нашли одну всего было два плодика ну их до этого склевали ну в общем вы уже поняли она не имеет практического значения раз смотрим дальше вот это я взял из-за выбрал самую эффектную фотографию из интернета я к ней не имею ни малейшего отношения а сегодня текут но такую фотографию пришпиливают к сайту когда продаю саженцы шелковицы так теперь давайте так все саженцы шелковицы эта же лекция делятся на корни собственные семечко и привитые пробовал привать черта с два вот ни одна привыка не пошла но я не обиделся я довел до плодоношения вот этих корни собственных из 10 деревьев 5 было мужских 5 было женских это уже минус потому что бывают те которые сами себя опыляют вот а на этом этапе я только лет я ждал боже мой и получил точно такой же шелковицу почему я заранее знаю начинал с двухсот кончился десятью пять из них мужских не плодоносит 5 женских но они выжили они у меня гибли каждый год каждый год каждый год еще на острове на пожар еще прошло много лет вот они мне гибли 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 то что я пересадил вот это вот это я вообще спасал последний момент чувствовал беду и тогда тогда значит я понял одно если а прислал мне знаменитый садовод я его верю прислал из саратора и тогда я понял из тех двухсот вы замерзали самые роскошные а оставались самые скромные которая как бы в своих диких пап мам вот точно так же получилось и я не знаю откуда взяла эта дама вот этот вот тоже взрослые довольно этот самый ну скажем довольно непрактичный получился это же сей не кстати тогда оставался третий путь внимание корневой отводки и нет слова татки не подходит укорененные палки вот тут помните я проклинал укорененные палки яблой помните на хрена не нужны когда сеянцы прекрасно подвой здесь прекрасно подвоем не пошли почему у меня два вида шелковица белая и темно-красная вот а я других вариантов и не могло быть я читаю в интернете там даже до интернета читал белый шелковица самым расстройкой проверять не стал а привил на белую не плодоносящую привил темно-красную но плодоносящую а она не пошли ни одна прививка не пошли все как будто это совершенно разные виды несовместимость дикая тогда оставалось что если я противник что яблони втыкает она простая с корнями то тут у меня выбора не было я втыкал веточки назвал это зеленое черенкование в июле месяце так и успокоился я продавал черенки да продавался так что единственное прекрасное дерево вот оно моё моё у меня кстати знаете как все доказательства есть там то она это сам могу показать папке она же еще имеет свой паспорт как бы то есть там прям накладываешь эту стрелку и увидишь все это что-то это моё а вот еще вот они мои горы их тоже можно экспертизу провести вот он бор вот этот саянский да вот и давайте теперь посмотрим кто меня перенял эстафету алексейка алексей иванович так значит вот это вот я третий раз поэтому я уже спрошу я даже текст увеличу я спрошу прочитайте сами потому что мне все труднее надо говорить вот я увеличил текст хотел бы пригласить садовода в лабораторию в этим что интересно наблюдать в режиме данного времени это замечательно это самое алексей иванович великолепно вот я уже несколько ваших этих заметок про лабораторию уже в яндексе дошел я так же не вот так вот и теперь еще дару василий ведущий ваш ученик алексейка алексей челябинск вот там теплее там даже легче это вырастет а еще с его терпением и умением вот теперь я нахожу сейчас может быть посмотрим все заканчивается не получилось у меня коротко допустим я нахожу я нахожу я нахожу я нахожу папку 2000 кажется вот дело в том что я когда я единственную свою шелковицу практически уничтожил практически тогда я ну ка ну ка ну ка ну ка нет сейчас но это все равно я найду значит 2017 память подвела и в самом конце как я помню вот смотрите я продавал их зимой а уже появились ученики у алексея ивановича так челябинска вот не знаю что у них добилась не добилась но уже тогда я распространял вот эти вот данные от алексея ивановича смотрите внимательно внимательно вот это видели он укоренял зимой и это я считаю грандиозный успех я не правда рассказывал так и вот он пустит сильно рано но все-таки это вам не тот помните который снизились уже хорошо так нет вот еще его фотография так группа это уже халтурщику попали внимание и тогда еще получился такой момент значит прошло 18 19 20 21 и он теперь становится на ноги и теперь я надеюсь будет обеспечивать вас все возрастающие а хочу упредить я почти угробился единственное дерево вот я вас прошу разделить сад на маточный то есть будете ветки продавать и эти рассылать так и который нельзя трогать иначе потеряете последний чудом я не потерял резал 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 каждая веточка 150 рублей а потом бах и он мне практически мертвый кое-как восстановился а еще я резал летом смотрите это уже моя фотография подвернулась дело том что мне прислали я ее взял зеленый а зеленый сиренкование легче как бы он как я не горжусь алексей ивановичем но зеленый сиренкование легче намного мы сейчас не будем технологию и когда я упоминал его мне говорит пришлите зеленых веток много не высылал но кому-то вот послал нескольким и мне присылает обратно фотографии говорят вот таком виде пришло что осталось то из вас колитесь вот эту фотографию получились они не до конца завяли тогда посылки я сейчас посылают за 5-4 дней 6 ладно а тогда они шли 10 и 15 дней вот такой жалкий вид а вдруг прижились а я этого не знаю но летнее черенкование разу все-таки это много полезнее намного эффективнее я могу в 20 секунд найти получить 20